Сергей Савельевич Лобачев рассказывает, что в 17 лет ушел добровольцем на фронт. Освобождал Белоруссию, затем Прибалтику. Был командиром пулеметного расчета. Получил ранения в Литве, но после госпиталя вновь вышел на службу. После окончания войны трудился в колхозе. В арсенале ветерана награды за отвагу и боевые заслуги, а также орден Великой Отечественной войны. После всего пережитого Сергей Савельевич воспринял ковид спокойно, без паники. Оптимизм и бодрость духа помогли ветерану оправиться от болезни всего за месяц. Мой такой, мой живой организм. Видишь, он никогда не уставал, и у меня никогда, и всегда я такой. Любовь к людям, вот, только всего. А всех я люблю, и старых, и малых, все около меня, видишь. Сейчас вот потеплее сейчас включу, здесь у меня барабан-то, выйти туда, у меня провода. Он включу, там сейчас Русланов как запоет, они все старухи около меня. Какая поет, какая пляшет. Вот и вот. Ну как тут не любить все это. Жить-то надо же человеку. В больницу Сергей Лобачев попал в декабре прошлого года с 30-ти процентным поражением легких. Новый год ветеран встречал уже дома. Сейчас Сергей Савельевич живет один, но к нему регулярно приходит его лечащий врач и следит за здоровьем. Мой любимый пациент. Конечно, посещаем его очень часто, регулярно, вместе с медицинской сестрой, делаем патронажи, ведем его хронические соматические заболевания, наблюдаем его. Он передает свой жизненный опыт, рассказывает много, как он воевал, про свои травмы, как он их стойко переносил. По дому помогает Елена Скворцова, соцработник, которая за три года уже стала для ветерана как дочь. Сходить в магазин, оплатить коммуналку, приготовить обед, да и просто по-человечески поговорить. Мужчина не представляет свою жизнь без помощницы. За эти годы и сама Елена прикипела к ветерану. Наши клиенты нам становятся уже как родные люди, как всем мы относимся по-семейному. Они к нам привыкают, мы к ним привыкаем. Медики напоминают, в избежании заражения коронавирусной инфекцией необходимо использовать средства индивидуальной защиты, сохранять социальную дистанцию и избегать мест массового скопления людей. От ответственности каждого зависит не только собственное здоровье, но и состояние старшего поколения. Сейчас в Самарской области можно пройти вакцинацию от коронавируса, которая проводится для выработки коллективного иммунитета. Записаться на прививку можно в своей районной поликлинике через портал Госуслуг, либо по номеру горячей линии 122. Мария Левина, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова